Все, на молитву старю небес. Сейчас камеру включим. Царю небесный, уничтожь на людушке и стены. Ты же известный, и вся исполняй сокровища благих и жизни подарок. Добрый день. Добрый день. Кто вы такой, откуда? Здравствуйте. Я из Новочеркасска. Из собора письмо присылали к вам. Так, я вот как раз об этом хотел поговорить. Да, да. И настоятель сейчас он поручил мне, сказал, он пошел в службу. Завтра орхистратива Михаила, он правит. А я, значит, секретарь его. И вот он, у нас батюшка очень строгий, придержится строгих правил. И до него дошло, что вот ваши книги, там 33 тома. 38. О которых уже 38. И хочет он по ним тоже пройтись, чтобы почерпнуть что-то такое. И якобы он говорит, что в продаже не существует этих книг. А что по каким-то специальным каналам только можно их найти. По каналу как? Вот на нас выходят, мы скидываем, что стоит данное. Вот у вас, если бы вот здесь под вашим скайпом сейчас отметится, я вам скину все это. Да, да, да. И тогда вы увидите, что ну прям здесь сразу. И вы тогда решите, как батюшка зайдет, поговорим. Книги эти не просто книги. Вы понимаете, что вот я вам сейчас одно место скажу. Вы запишите на буквально. Пишу, пишу, пишу. Пишите. Евангелие от Матфея. Ага. 22. Это 20 глава, 22 стиха. 20, 22. Да, да. 22, и точно 22. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или крестите крещением, которым я крещусь? Вы понимаете, что это за книги? Книги написаны без сензора. Только сензор совести Бог. Таких книг вообще нету нигде. Понятно. Вы подвергаете себя опасности. Если вы держитесь там за епископа, то другое, они могут напасть на вас. Эти книги требуют полной отдачи Богу. Они не идут ни на какой компромисс. Я писал, когда для меня нет ни патриарха, никого. Я слышал голос, как бы, как бы, как бы. Что говорит Библия? В каждой книге 3000 ссылок на Библию. На каноны на все. На святых отцов. А это 300 томов. И Жития святых 12 книг. Вот 4 параметра, по которым я ссылался постоянно, чтобы показать, что так. Это ответы, которые я давал в университетах. Вел занятия в 5 университетах. Три радиопрограммы, в воинских частях, в милиции. То есть, это никакая не тайна. Это все было записано. Сидели с магнитофоном. Это еще пораньше вот этой системы компьютерной. Вот. И тогда попросили это написать. Проповеди. Наша миссионерская работа. Строим православную деревню. Детский лагерь. Я проповедник и каждую неделю говорил 4 проповеди. Каждую. Это тысячи проповедей. Каждая книга 752 страницы. Вы так мысленно хотя бы прикиньте, что это? Ну, понимаю. Это больше 20 тысяч страниц. Конечно. Вы понимаете, что здесь вы наткнетесь на такое, что вам придется оглядываться назад. Не видит ли кто вас. Но если в это вас проникнет, вы примете. Вы будете не крючком стоять перед кем-то. Вы прямо станете перед Богом. Для вас главный авторитет будет не епископ, не Путин, не патриарх. Бог. И вы для них будете самыми полезными людьми. И для Путина, и для патриарха. Потому что вы будете трубой Божией. Книги написаны в пророческом духе. Не угождают никому. Я не пророк. Но они основаны на Святой Библии. Вот какое дело. Чтобы вы не натолкнулись. Я вам сейчас скину. А вы в интернете с книгами познакомитесь. Вот мы поговорим. И я сейчас в скайпе вам скину. Дело в том, что в Новочеркасске-то там они в книге все библиотеки. В Новочеркасске в библиотеке? Конечно. Мы же много проездили по югу. И там были. Ну везде там. Новочеркасске у вас какое-то. Это Ростовская область. Ростовская область. Да. Мы проехали по всем районам. В каждом районе библиотеки у вас. В Ростовской области. Все мои 38 книг. Начиная от Ростова. О Ростове-на-Дону. В первую очередь там. Там приняли нас очень хорошо. Когда я книги. Это я дарил книги везде. 500 городов позади. Мы прошли от Владивостока до Лиссабона. Турцию прошли. Прошли в Скандинавию и Прибалтику всю. И во всех национальных библиотеках теперь находятся эти книги. Их видели в библиотеке у Путина. Это непросто. Так что вы обдумайте очень хорошо. Я заранее людей предупреждаю. Чтобы ни одна книга не погибла у вас. Несмотря на то, что люди приобретают. А экземпляров-то тысячу всего было-то. А из них 9 десятых я только бесплатно для библиотек раздам. У меня почти вот-вот кончится уже тираж. А сдать это невозможно сегодня. Никак. Вот у меня 4 тома готовые издать стихи. 4 книги по 800 страниц. Это почти 2 миллиона с лишним надо. Тысячу экземпляров. Это невозможно. И у меня цена-то их сегодня. Половинная цена-то там нету. А вы их книги-то хоть видели хоть один раз? Вживую нет. Видели только в интернете. На сайте видели. В интернете они не раскроются. А вы попробуйте. Зайдите там вот у вас в Новочеркасске. Вот понимаете. Хорошо. Ну просто, чтобы вы в глаза их увидели. Какие это книги-то? Как они выглядят? Они украсят любую библиотеку мира. Они в королевских библиотеках. В Великобритании, в Дании. Ну, наверное, поэтому у нас... Поэтому, наверное, и настоятели хочут, чтобы у нас библиотеки в Соборной тоже это хранили. Но я еще раз говорю, что это непросто. Вот священник понял это дело. Теперь он выписывает... Ну, сейчас как выписывает-то? Там же у меня вопросы по разным тематикам. 4124 вопроса. Эти книги будут работать. Ему ничего не надо. Только книги выдавай и все ответы здесь. Вот он сделал вопросы. В каком томе? Сколько вопросов? И что означают? И люди спрашивают. А он ему дает читать. Каждому-то все и прочитать. А он конкретно знает, допустим, о семье. О работе. О государстве. О войне. Ну, воспитании детей. Ну, то есть политика, экономика, социология. Все абсолютно. Там вопросы-то задавали грамотные люди. Понял. Я понял вас. Я понял. Вы теперь, значит, вы хотите поговорить с отцом-настоятелем, да? Я сейчас вот здесь в скайпе. Вы чаще заглядываете. Я вам буду туда скидывать. Дело в том, что вы вошли в момент, когда у нас сейчас идет урок. Урок по скайпу по всей стране. И там с других государств прицепляются. У нас миссионерская работа идет большая. Понятно, понятно. И я вот здесь внизу скину в скайпе. И вы, да не в скайпе, здесь, даже в моем мире, вот где вы есть. Вот. Где вы? Я вам ответ дал. Вы увидели, да? Да, да, да. Вот. Вот поэтому я сейчас в ответ вам покажу книги и что и почем. И дальше мы будем говорить. Хорошо. Большое спасибо. Я жду тогда. В моем мире. Вы расскажите про разговоры, чтобы он пришел. Значит, звонить можно как? Так, вы себе черкните. С трех. Да. С трех часов. С пятнадцати. С трех до семнадцати. По Москве. Я понял. С пятнадцати до семнадцати он вам перезвонит. Да. Ты сегодня можно даже... Пожалуйста. Не, он сейчас на службе. Завтра архистратига Михаила. Он правит служба. Я вас сразу предупреждаю. У нас все записывается, самозапись выставляется в интернет. Вы не против? Конечно нет. Я чтобы не было. Потому что если против, мы я тему закрываю и больше не встречаемся. Мы говорим о хорошем, о полезном. У нас нет ничего, чтобы было вредно для патриархии или для государства. Наоборот. Вот я вам скину сейчас материалы, где у меня видеоканал. Наш видеоканал. Там около четырех тысяч роликов. Вы понимаете, что это за богатство? Вот сейчас, допустим, по Сирии, по террору. Я отвечаю во свете Святой Библии. Во всей Ютубе, в мировой сети этого нету нигде. Они не понимают. Это на молитве выпрошен ответ. Как поступать нам, православным? Как мы должны молиться сейчас за правителя страны? За патриарха? Что это означает? Почему это сейчас идет? Понимаете, это злободневнейший вопрос. Я вот сегодня только выставил. И уже восемьсот посещений. Понял, я понял вас. Все, большое спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, Христос. Хорошо, сейчас внизу.